Долгожданный проект реализован. Двери обновлены Ершовской школы. Имени героя Советского Союза Василия Фабричного переступили 700 учеников. Учреждение давно нуждалось в масштабном ремонте и сейчас он завершен. На сегодняшний день есть какие-то помещения, где вообще нет мебели, не старая, не новая. Не комплект есть какой-то? Нет. Таких помещений нет. Как раз там, где была мебель негодная, где-то старая, разваленная, с плесенью после хранения, мы ее все утилизировали, списали. От предыдущего здания школы остались только стены. Все остальное реконструировали. Кровля новая и фасад утеплен. Перекрытия заменены. Теперь здание соответствует всем современным стандартам. А в условиях пандемии предусмотрены даже специальные входы. С учетом выполнения требований Роспотребнадзора и профилактики распространения вируса, мы особенно началку заводим через, если такая возможность позволяет, через отдельные входы. Поэтому на период противовирусных мероприятий, профилактики, будем им пользоваться. Но так, в штатном режиме только главный вход. Чтобы дети смогли, наконец, сесть за парт, работы не прекращались и выходные. В субботу рабочие заканчивали ремонт, а в воскресенье уже прошла генеральная уборка здания. Реконструкцию школы очень ждали жители. Также нам пришлось заменить все коммуникации не только внутри здания, но и те, которые подходят к зданию, потому что не хватило мощности для пищеблока. И кабель, который подводил электричество к школе, тоже пришел в ней гонус. Поэтому эти дополнительные работы оперативно тоже были сделаны, проторгованы соответствующие контракты. Мы и с этой задачей справились. Помимо ремонтных работ проведено комплексное благоустройство территории школы и оборудована спортплощадка. Мария Шматкова, Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok